Всем привет вы на канале планета Земля и сегодня мы поговорим о Кавказе. Кавказ красивейший регион земли и впечатление от него незабываемо. Исполинские горные хребты, увенчанные снеговыми вершинами, вознесенными выше облаков, глубокие ущелья и пропасти, бесконечные степные просторы, субтропическая растительность теплых берегов Черного моря и сухие полупустыни Прикаспия, цветущие альпийские луга горных склонов, бурные горные потоки с водопадами, безмятежная гладь горных озер и пересыхающие степные реки Предгорий. Несостоявшиеся вулканы Пятигорья и вулканические лавовые Нагорьи Армении. Таковы лишь некоторые контрасты этого огромного края и о нем мы сегодня поговорим поподробнее. Поехали! И начнем мы с названия. Откуда произошло слово Кавказ? Топоним Кавказ это собственно название природного объекта на планете Земля, которое упоминается еще древнегреческими авторами Геродотом и Эсхилом. Первое упоминание слова Кавказос принадлежит драматургу Эсхилу, жившего не позднее VI века до н.э. в его произведении Прометее Прикованном. Такое название укрепилось окончательно в древнегреческом языке для обозначения региона уже после упоминания в своих трудах историком Геродотом Галикарнаским. Никаких данных перевода с древнегреческого языка не существует, но слово то есть, значит оно заимствовано. И поэтому языковые источники нужно искать непосредственно на Кавказе или у народов, которые говорили на древних языках и могли видеть эти горы, совершая перемещение по тем или иным причинам. Одна из многочисленных версий это о Касах. Это было большое и сильное племя, жившее на востоке Кавказа у ныне Каспийского моря. Есть версия о корне Кас, это прежде всего кавказский формат и имеет кавказское происхождение и по этой причине оно и содержится в термине Кавказ. Кстати, в другом ключе переводится как место охоты Касов. С Лесгинского коренного народа Кавказа слово Кавказ переводится как Кавкрыша и Кас держать. На Лесгинском Кав это не только крыша, но и потолок. Древние люди считали небо потолком, так называемой небесной твердью, то есть Кавказ, поддерживающий небо. Есть грузинская версия о том, что название происходит от мифологической фигуры Кавказ в соответствии с Леонти Мравелли, грузинским летописцем XI века. Легенда гласит, что он был сыном Таргамаса и таким образом братом Хаоса, Мавакаса, Лекаса, называемого родоначальником Лесгинских народов, Гераса, Картласа, родоначальником грузинского народа и Эграса и получили свое происхождение. Имеет место быть версия скифских источников и что с тюркского Кавказ означает белоснежные горы. У иранцев своя версия о иранском происхождении и слово Кавказ присвоено горным хребтам в честь эпического царя древнего Ирана Кавикауса. И версий на самом деле десятки. А почему спросите вы? На самом деле Кавказ это не просто слово. Это обширный регион. Народов на Кавказе жило и живет множество и у них своя история, традиции, культура и язык. И рассказывать о них можно бесконечно. Для изучения уйдут десятилетия и правильнее будет посвятить каждому кавказскому народу отдельное видео, чтобы не упустить важное. Наш канал посвящен географии и биологии. И рассматривать мы будем Великий Кавказ исключительно в этом ключе. Ведь знать то что расположено под ногами и вокруг нас не менее важно и интересно. Возможно даже более важно, потому что вся история человечества и его отдельных народов это мгновение на фоне процессов, сил и временных отрезков в истории Земли. И на нашей планете Кавказские горы считаются молодыми. Кавказ был образован около 26 миллионов лет назад в третичный период. Область возникла почти в одно время с Альпами. Структура региона является зоной деформации, где когда-то столкнулись аравийская и евразийская плиты. В этом месте находился тектонический шов, а также древний океан Тетис. В глубинах вод наблюдалась мощная вулканическая активность. Вокруг океана было несколько небольших континентов, которые со временем полностью окружили его и поделили на части. Древний суперконтинент Гондвана, продвигавшийся с севера, способствовал тому, что огромное пространство океана сжалось до маленьких размеров. Начали исчезать подводные вулканы и границы мелких материков. Земная кора становилась толще и из-за движения континентов начала двигаться не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. Со временем в этой местности образовались горы. Посмотрим на одно из самых узких мест этого грандиозного горного пояса. У его северной окраины в предкавказе расположены равнинные участки, принадлежащие прочной плите, называемой Скифской. Южнее находятся равнины Северной Аравии. Они, как и равнины предкавказья, принадлежат очень прочной монолитной аравийской литосферной плите. Поэтому Скифская и Аравийские плиты – это как бы две части гигантских тисков, которые медленно сближаются, раздавливая все, что находится между ними. Аравийская плита, прижатая Африканской, ежегодно смещается на север на несколько сантиметров. Поэтому в этой области нередко бывают землетрясения и из-за которых страдают местные жители. Так что же такое Кавказ географически? Давайте с этим разберемся, постепенно двигаясь с севера на юг, обращая внимание на самое интересное. И начинается Кавказ с предкавказской равнины, которая является естественным продолжением русской или восточноевропейской равнины. Протягивается она от Азовского до Каспийского моря в виде полосы протяженностью 700-800 км и шириной 200-300 км. В рельефе равнины выделяют три элемента – Азовско-Кубанскую низменность, Ставропольскую возвышенность и Терско-Кумскую низменность. Кубано-Приазовская низменность простирается от побережья Азовского моря и долины Кубани до северных границ Краснодарского края. В ее основе лежит молодая скифская плита с довольно мощным осадочным чехлом. Поэтому основные горные породы низменности – это глины и лесовидные суглинки. Азово-Кубанская равнина наклонена к северо-западу. В этом направлении ее абсолютные высоты постепенно снижаются от 250 до нуля. У берегов Азовского моря ландшафт равнины усложнен многочисленными рукавами Кубанской дельты – лиманами, плавнями и заболоченными участками суши. В недалеком прошлом Азово-Кубанская равнина представляла собой разнотравно-ковыльную степь. В течение лета она приобретала то ярко-зеленую, то бело-желто-голубую окраску, так как разные растения цвели не в одно и то же время. Современная степь вся распахана и занята посевами пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других культурных растений. Ставропольская возвышенность – это четко выраженная форма рельефа и является частью обширной предкавказской равнины. Административно большая ее часть расположена в пределах одноименного Ставропольского края. Частично возвышенность также заходит в пределы Калмыкии и Краснодарского края. Приблизительные размеры возвышенности – 260 км с запада на восток и 130 км с севера на юг. Рельеф Ставропольской возвышенности достаточно разнообразен. В центре и на юго-западе преобладают низкогорья и платообразные участки, сильно расчлененные террасами и обрывами. Ландшафты восточной части представлены довольно блеклыми и одновременно плоскими водоразделами. Практически вся возвышенность густо порезана балками и оврагами на отдельные массивы скалистых останцев. В среднем преобладают абсолютные высоты от 300 до 550 метров. В рельефе возвышенности выделяют четыре орографические зоны – центральная гряда, южная гряда с наивысшей точкой гора Стрижамент, Бешпагирские высоты и Прикалаусские высоты. В западной части возвышенности находится Сенгелиевская котловина, которая в настоящее время заполнена одноименным водохранилищем. Терско-кумская низменность расположена между Тереком на юге и Кумой на севере. На западе ее естественной границей является Ставропольская возвышенность, а на востоке – Каспийское море. Почти три четверти всей ее площади здесь занимает Терский песчаный массив. Своим всхолмленным рельефом он отчетливо выделяется среди окружающих равнинных пространств. В геологическом отношении Терско-кумская низменность представляет собой часть предкавказского прогиба, заполненного сверху морскими отложениями Каспийского моря. Одной из распространенных форм рельефа Притерского массива являются грядовые пески. Они тянутся параллельными рядами в широтном направлении, совпадающим с направлением господствующих ветров. Высота гряд может изменяться от 5-8 до 25 метров. Ширина от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Отделяются гряды одна от другой межрядовыми ложбинами, которые, как правило, шире самих гряд. Гряды заросли растительностью и имеют мягкие очертания. Кумторкалинские пески – это песчаный массив площадью около 3000 гектаров, представляющий собой целую систему бугров, грядовых песков и барханов. Самый крупный бархан Сарыкум достигает абсолютной высоты 262 метра. И Сарыкум является, пожалуй, крупнейшим барханом на материке. К югу от Ставропольской возвышенности на юго-востоке расположена минераловодская группа островных гор – Лаколитов. На юге предкавказья, в междуречье Терека и Сунжи, лежат два низкогорных хребта – Терский и Сунжинский, разделенные Алханчурдской долиной. С юга к ним примыкают наклонные равнины – Кабардинская, Осетинская, Чеченская, Кумыкская, полого опускающиеся от подножья Большого Кавказа к северу и северо-востоку. Следующая часть – Большой Кавказ. Он простирается на расстоянии около полутора тысяч километров от Таманского до Абширонского полуостровов. Большой Кавказ образует несколько параллельных по большей части хребтов, поднимающихся с севера на юг ступень за ступенью. Лесистый хребет. Первая передовая, наиболее низкая гряда северного склона системы Большого Кавказа, представляет собой прерывистые цепи холмов и даже отдельно стоящие возвышенности, тянущиеся параллельно главному Кавказскому хребту от бассейнов рек Псебепс и Адагум до бассейна реки Сулак. Параллельно лесистому хребту к югу расположен Пастбищный хребет вдоль всего лесистого хребта. За ним южнее также параллельно тянется на всю длину Пастбищного хребта скалистый хребет. Три передовых северных хребта – скалистый, пастбищный и лесистый – достаточно четко выражены в рельефе горной системы Большого Кавказа. Они не несут современного оледенения и от остальных горных гребней отличаются высотой. Скалистый значительно ниже главного кавказского хребта, пастбищный – ниже скалистого, а лесистый – ниже пастбищного. После скалистого возносится боковой. Или передовой хребет Боковой хребет не представляет единой непрерывной цепи гор, а разделен на самостоятельные горные массивы поперечными разломами. Именно на нем расположены высочайшие вершины Кавказа – Казбек, Джимарайхох, Тепли, Караугом, Суган, Гюльчи, Каштанау, Мижирги, Дыхтау и Эльбрус. Стратовулкан на Кавказе – 5 642 метра над уровнем моря. Самая высокая горная вершина Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по главному Кавказскому хребту или южнее. В иных случаях высочайшей вершиной Европы считается Альпийская гора Монблан. Эльбрус – двуглавая гора. Выражены восточная и западные вершины . Расстояние между вершинами – около 3 километров. Они соединены пологой седловиной протяженностью в 1500 метров. Обе вершины и оба их кратера геологами рассматриваются как новообразования внутри другого большого и старого кратера. Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Талая вода ледников, стекающих с его склонов, питает одни из наиболее крупных рек Северного Кавказа – Кубань, Малку и Баксан. Эльбрус – это украшение символ всего Кавказа, огромный и величественный массив, господствующий над всей горной страной. Это потухший вулкан центральной части Кавказских гор, расположенный немного к северу от главного водораздельного хребта. А по другую сторону Кавказа расположился Казбек – спящий стратовулкан высотой в 5033 метра. Гора названа по селу Казбеги. Грузины называют его Минкварцвери – гора с ледовой вершиной или Мкенвари – ледяная вершина. Осетинское название Казбека – Урсхох или Белая гора. Ингуши и чеченцы называют Казбек соответственно Бешлуам, Башлам – тающая гора. Нынешний Казбек – вулкан молодой, не потух окончательно, находится в глубоком сне. О вулканизме говорят выходы минеральных вод в окрестностях – горячие сероводородные кармадонские источники на северных склонах Казбека. Узкими Архыско-Загиданской, Бежитинской и другими впадинами боковой хребет отделяется от главного или водораздельного хребта. Над ними укутанными полупрозрачными облаками серебрятся ледяные вершины главного хребта. Именно за ним, за передовым хребтом, находится главный Кавказский водораздельный хребет – непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Черного моря до Каспийского. Кавказский хребет разделяет бассейны рек Кубани, Терека, Сулака и Самура на севере и Ингурии, Риони и Куры на юге. Вся система главного Кавказского хребта занимает приблизительно 260 тысяч квадратных километров. Наибольшие высоты в центре, где находится самый высокий скалистый участок хребта Безингийская стена с вершинами Шхара 5068 метров и Джангитау 5058 метров. Кстати, Шхара является его высочайшей точкой, а также высочайшей точкой Грузии. Южный склон Большого Кавказа в 2-3 раза уже северного, но значительно круче. Хребты здесь в большинстве имеют кулисообразный характер и незначительную длину. Общей их особенностью является асимметричность. Наибольшие высоты в районе главного хребта, где они начинаются, и наименьшие в окраинной части у побережья Черного моря. Также различен их рельеф. Главному хребту к востоку присущ типичный альпийский рельеф с широким распространением ледниковых форм. Узкий южный склон Большого Кавказа сменяется за Кавказской депрессией, которая состоит из Рионской или Колхидской впадины и Куринской. Между впадинами располагается узкий Сурамский или Лихский хребет, который является частью Месхетского хребта, а это уже так называемый Малый Кавказ. Это горная система на Южном Кавказе, представляющая собой сложную систему хребтов, вулканических нагорий и плато. Соединяется с Большим Кавказом Лисским хребтом. На западе отделяется от него Колхидской низменностью, на востоке Кураакской низменностью. Окамляет с севера и северо-востока Армянское Нагорье. Наибольшие высоты Малого Кавказа имеет в восточной половине, где ряд вершин поднимается до 3000 метров, и превосходит эту высоту. Самая высокая вершина Малого Кавказа – гора Арагац – 4090 метров, в Армении. Хребты простираются здесь с запада с северо-запада на восток-юго-восток, но последний из восточных хребтов – Карабахский – протягивается на юго-юго-восток. Западная часть Малого Кавказа, образованная Месхетским и Триолетским хребтами, представляет собой сложную складчатую систему. Они смяты в сильно сжатые складки, которые осложнены разрывами. По северно-южной окраинам системы складки опрокинуты во внешние стороны, иногда надвинуты на соседние структуры, из-за чего вся система имеет верообразное строение. Еще южнее раскинуло Закавказское Нагорье, которое является частью обширных переднеазиатских Нагорий. А к юго-западу от Малого Кавказа простираются лавовые массивы Армяно-Джавахитинского Нагория. А что у нас с климатом? Климат Большого Кавказа очень разнообразен, что объясняется одновременным влиянием многих факторов. Кавказ расположен на границе умеренного и субтропического поясов и находится под воздействием влажных воздушных масс, приходящих со стороны Атлантического океана и Средиземноморского бассейна. Большой Кавказ — это туманно-дождливый остров в кольце сухих степей, теплых морей и субтропических жарких низин. Здесь, над Кавказом, господствует западный перенос воздушных масс, так называемый Великий Западный поток — подобие невидимого воздушного гольфстрима, насыщенной влагой. Это мощное воздушное течение начинается далеко на западе, в Атлантике, где на уровне океана формируется влажный мягкий климат прибрежных стран Западной Европы. Но по мере движения на восток, Атлантическое течение поднимается во все более высокие слои атмосферы и над южными областями оказывается на высотах около 1500-2000 метров. Над степными равнинами, проходящей на такой высоте, оно далеко не всегда проливается дождями. Другое дело, когда на его пути барьером встает Большой Кавказ. Горы на высотах около 1500-2000 метров как бы протыкают поток Атлантического воздуха. Насыщая его невидимая доселе влага, переваливая препятствия, мгновенно здесь материализуются в густейшие облака проливные дожди и обильные снегопады. Эти воды питают бурные реки Кавказа, копятся в его озерах и ледниках. Значительно влияет на климат Кавказа и Черное море, лежащие на пути западных воздушных течений, которые принимают испарившуюся с водой поверхности влагу, еще более насыщаются и приносят ее с собой на Кавказ, где конденсируется на его склонах. Черное море в большей или меньшей степени обусловливает термический режим Кавказа, особенно частей, расположенных ближе к побережью. Оно делает зиму более теплой, а лето прохладным. Имисхетский хребет Малого Кавказа также является частью гигантского водораздела между бассейнами Черного и Каспийского морей. Он служит как бы барьером на пути богатых водяными парами воздушных потоков со стороны Черного моря. Часть влаги выпадает обильными дождями на самом хребте, особенно осенью и зимой. Поэтому на относительно невысоком гребне до высоты 2200 метров склоны покрыты пышными широколиственными и хвойными лесами. И благодаря этому трудно себе представить горы Кавказа без журчащих ручьев, шумных рек, грохочущих водопадов и тихой глади горных озер. Всюду изобилие вод. На юг они скатываются короткими, но бурными реками и заканчивают свой бег на Черноморском побережье. На севере все воды собираются в единую артерию – многоводную Кубань, которая впадает в Азовское море. Мзынта – самая крупная и многоводная из рек Черноморского побережья в пределах Краснодарского края. Она берет начало на южном склоне главного хребта в районе Кордывачского горного узла. Пробежав среди гор 89 километров и собрав воду с площади 885 квадратных километров, Мзынта вливается в Черное море вблизи Адлера. Эта река имеет много притоков. Наиболее крупные из них – Пслу, Хачипсе и Джвижипсе. Питают Мзынту небольшие ледники и снежники в высокогорной зоне, затяжные летние дожди, ливни и подземные воды. Значительную роль в водном режиме рек играют паводки. А на востоке – могучий терек. Река Терек родилась вместе с Главным Кавказом. Имеет древнее русло, проходя по которому вода приобретает мощный скоростной заряд. Вот почему мощь и свободолюбие водоема замечены поэтами еще в прошлых веках. Река Терек имеет расстояние от первой до последней точки 623 километра. Бассейн равен 43200 квадратных километров и имеет не меньше 100 притоков. Исток реки Терек лежит на одном из склонов Главного Кавказа на горе Зилгахох на альпийском ярусе 2713 метров. Устье реки Терек лежит между двух вытянутых лиманов Каспийского моря в низменности, имеющие отметку минус 28 метров над уровнем моря. Реки Кура и Сулак также относятся к Каспийскому бассейну. И о таких реках как Кума, Кубань, Кура, Терек и множестве других. А на Кавказе, кто не знал, около 35 тысяч рек и речушек, о них можно говорить долго и по-хорошему сделать отдельное видео. Помимо рек на Кавказе огромное количество водопадов. Есть и рекордсмены. Один из самых высоких водопадов Зейгеланский водопад. Высота водопада более 600 метров. Водопад находится в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбендон, в 7 километрах к югу от селения Джимара. Агурские водопады. Каскад водопадов на реке Агура в Хастинском районе города Сочи. Водопад Поликара. Самый высокий водопад на территории Сочи и один из самых высоких в Европе. У правого притока реки Пшехи в истоках реки Пшихашхи берет свое начало Пшехский водопад. Высота каскадов которого достигает 165 метров. Водопады Руфабга. Одно из самых популярных и живописных природных достопримечательностей Адыгеи. И еще множество других. И питаются реки отчасти ледниками. Важное значение леденение имеет для питания рек, которые берут здесь начало. Ледники и почти все окаймляющие их фирновые поля, впадины и низины, в которых скапливается фирн, или как часто их называют вечные снега. Гармонично сочетаются с зеленью альпийских лугов и горных лесов. Снежная область – это страна полная чудес и сказочного величия. Мир совершенно особенный. Громадные горные вершины, колоссальность скал, ледяных полей, целые лабиринты пропастей, пустынность и почти полное отсутствие жизни. Множество опасностей, грозные явления, вроде обвалов и лавин, а по часы пребывания над облаками, среди торжественного безмолвия и как бы вне связи с землей, заставляет видеть в ней что-то неземное и фантастическое. Высоко в горах, где всегда холодно, снег за короткое лето не успевает растаять. Накапливаясь из года в год в котловинах и пологих склонах, он приобретает зернистое строение и превращается в фирн. Постепенно уплотняясь, фирн переходит в кристаллический лед. Когда льда во впадинах собирается очень много, он начинает в виде ледяных потоков или под действием силы тяжести медленно сползать вниз по склону. Наиболее крупные ледники спускаются на дно долин и заполняют их верховья. Такие ледники называются долинными, но многие из них заканчиваются на склонах или совсем не выходят из впадин. Это висячие и каровые ледники. Нижняя граница зоны вечных снегов, выше которой снег никогда не тает, называется снеговой линией. Каждый ледник разделяется при своем движении на две части. Верхнюю — фирновый бассейн, где происходит накопление снега и льда — это область питания ледника. И нижнюю — ледниковый язык, спускающийся из фирного бассейна вниз по долине. И Кавказ — это более 2000 ледников. В основном они небольшого размера — до 1 квадратного километра в диаметре. Но есть и гиганты. Самый большой ледник — это комплекс горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, площадью свыше 120 квадратных километров. Другой крупный снежный пик на Кавказе — вершина потухшего вулкана Казбек. Из самых известных стоит отметить Булунгу и Безинги. Последний в переводе означает место, откуда сошел ледник. Широкую известность получила Безингийская стена — скопление огромных гор на относительно небольшом протяжении горного хребта. Это самая высокая после Эльбруса горная точка, которая видна со всех сторон. Сосредоточение здесь высоких гор тянется на протяжении 13 километров. Здесь находятся шесть очень красивых вершин пятитысячников, которые круглый год покрытый снегом и напоминают собой огромные белые стены. И там же высоко в горах на заснеженных вершинах притаились белые драконы. Тихо дремлят они в скалистых холодных ложах, их головы свисают над долинами и пропастями, а длинные снежные шлейфы тянутся вверх по ущельям и распадкам. И словно устав от дремы, лавины срываются с высоты, мчаясь по крутым скатам и поднимая облака снежной пыли, они все сметают и рушат на своем пути. Низвергаясь вниз в долины, где живут люди, несут смерть и разрушение. Но иногда снежные лавины выполняют созидательную функцию. Словно двуликий янус, они могут в одно и то же время разрушать и создавать, то есть формировать определенные формы рельефа. В том числе и озерные котловины. Яркий пример озера лавинного выбивания – озеро Малое в истоках реки Уруштен. Расположенная неподалеку группа Дзитахских озер также возникла в результате лавинного выбивания. В группе Меретинских озер к таким относится озеро Импактное. Другая грозная сила по своей разрушительности, сравнимая с лавиной – горный обвал, который на Кавказе не редкость. И он также может послужить рождению озера, как это случилось в долине реки Цахвоа. Грандиозный обвал сбросил вниз часть горного склона по левому борту долины и перегородил реку. В образовавшейся запруде возникло Инпси – озеро обвально-запрудного типа. Вообще на Кавказе озер множество. Они являются неотъемлемой частью его разнообразных ландшафтов. Бесчисленные зеркала ледниковых озер, в холодной глади которых отражаются белоснежные шапки горных вершин, служат одним из лучших украшений и без того исключительно живописного высокогорного ландшафта. О том, что озер на Кавказе много известно давно, но сколько их, какова их общая площадь и какое количество воды в них содержится – посчитать очень трудно. Только в пределах Большого Кавказа насчитывается около полутора тысяч озер, общей площадью 30 квадратных километров. При этом важно отметить, что уровни озер и их площади подвержены значительным колебаниям по годам и сезонам, а некоторые озера пересыхают. В горах Кавказа озеро Малютки – повсеместное явление. Они словно драгоценное ожерелье из сапфиров опоясывают горные хребты и придают альпийскому высокогорью особый красочный колорит. По происхождению это маренно-подпрудные, мелкие каровые и карстовые водоемы глубиной не более 10 метров. При своих незначительных размерах они играют большую роль в обеспечении пресной водой хозяйственных нужд населения гор. Так, карстовые озера, как правило, крохотные, но достаточно глубокие, являются чуть ли не единственными источниками питьевой воды в отдельных регионах. Наряду с малыми водоемами есть и крупные. Площадью более 1 квадратного километра. Абрау вблизи Новороссийска, знаменитая Большая Рица и менее известная, но не уступающая Рица по размерам озера Казиноам, Тамбукан, Килицба, Базалети и на Малом Кавказе множество озер. Причем самое большое озеро на Кавказе находится именно здесь. Это озеро Сиван. Площадь озера составляет 1240 квадратных километров. Прозрачная и чистая вода Сивана имеет свойство зеркала, в ясный день она бирюзово-голубая. А когда небеса затягиваются низко нависающими над озерами тяжелыми тучами, может показаться столь же темной и неприветливой. Но в любую погоду пейзажи Сивана завораживающе прекрасны. Озеро Сиван расположено на Армянском Нагоре, состоит из двух частей – Большого Сивана и Малого Сивана. Кавказ славится и своими пещерами. Круберо-Воронье – вторая по глубине пещера в мире. Ее глубина – 2199 метров. Долгое время она считалась самой глубокой в мире. Но в 2017 году оказалось, что пещера Веревкина, расположенная по соседству, еще глубже – 2212 метров. Обе достопримечательности расположены в горном массиве Арабика в Абхазии. Снежная пещера на Западном Кавказе – третья по глубине в мире, 1753 метра ниже уровня моря. А мы переходим к флоре Кавказа. Растительный мир Кавказа отличается удивительным разнообразием. В нескольких климатических зонах расположено более 6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – эндемики, то есть растут только на этой территории и больше нигде не встречаются. Также есть множество привезенных и акклиматизированных растений. На территории Кавказа растут настоящие реликты древности, и на некоторые мы посмотрим. Падуп или астролист – это невысокое дерево с колючими листьями, чаще всего встречающиеся на небольшой высоте. Плодоносит красными ядовитыми ягодками. Лекарственная лавровишня – невысокое дерево с причудливыми листочками и плодами, похожими на вишню. Колхидская иглица – многолетнее вечнозеленое растение из семейства спаржевых или лилейных. Самшит – в природе самшит вечнозеленый вырастает до 15 метров в высоту. Хвойный ягодный тис, и с ним нужно быть крайне осторожным. Дело в том, что листва и кора и древесина тиса ядовиты, а ягоды нет, но только мякоть. Здесь произрастает немыслимое количество флоры. Немалую часть составляют лесные насаждения. На обширной территории региона можно встретить десятки видов деревьев. Нижнюю равнинную часть, где особенно ощущается влияние Черного и Каспийского морей, занимают дубовые леса и насаждения ясеня, граба, скального и черешчатого дубов, диких груш и яблонь, алычи, клёна и осины. Высотные районы – место произрастания буковых и буково-пихтовых лесов, растущих в перемешку с родонендроном, азалией, бузиной, самшитом и прочими кустарниками. Здесь можно увидеть лещину, алычу, хмель, дикий виноград, терн, калину, кизил, кавказскую грушу, восточную яблоню, ольху, жимолость, рябину, вяз, боярышник и десятки других деревьев. Еще выше начинаются темнохвойные леса – пихтово-еловые леса с преобладанием кавказской пихты. Тут же можно встретить бук, остролистный клен, кавказскую сосну, осину, ясень, явр, черную ольху и березу. А выше 2500 метров открывается царство субальпийского леса с зарослями высокогорного клена, рябины и березы. А что у нас с животным миром? На территории Кавказа обитают сотни видов удивительных животных. Географически сложилось так, что этот регион создал идеальные условия для проживания самых разнообразных представителей фауны – от тропической экзотики до северных видов. Интересный представитель парнокопытных Кавказа – это серна. Уникальный вид, предпочитающий селиться высоко в горах, развивает скорость до 50 км в час и способна прыгать по скалам. Серны обладают красивым плотным мехом. Еще один вид – это туры, также обитающие на крутых склонах кавказских гор. У самцов на голове огромные рога, в длину достигающие целого метра. Также в горах центрального Кавказа обитает безоаровый козел – редкий и очень красивый представитель фауны. Эти грациозные, хорошо защищенные от холода плотным мехом животные живут на склонах и ловко передвигаются по ним. И бурый медведь обитает на Большом Кавказе – в области пастбищ и дремучих лесов. Этот вид медведя относится к европейской подгруппе. Он немного мельче, чем дальновосточный, но все еще вселяет ужас и страх. Это один из самых крупных хищников Кавказа, ведущий уединенный образ жизни. Евроазиатская рысь. Несмотря на свои скромные размеры, считается опасным хищником. Она с легкостью лазает по деревьям, быстро бегает и способна легко передвигаться по снегу. Благородный олень – один из самых крупных оленей Кавказа. У самцов большие красивые рога, а их высота в холке превышает полтора метра. Горный зубр – крупнейший представитель быков. Обладает густым плотным мехом, в длину превышает два с половиной метра, а высоту достигает метр девяносто, тогда как вес этого животного может составлять до девятисот килограммов. Переднеазиатский леопард или кавказский барс – редкое, но прекрасное животное. Встретить в горах Кавказа – настоящее счастье. Переднеазиатские леопарды отличаются ярким мехом. А кому повезет, может встретить и полосатую гиену. Это единственная гиена, встречающаяся в Неафрике. Тело у них короткая, сжатая. Грива выделяется черными, жесткими волосами. Туры, косули, кабаны, волки, шакалы, андатры, енотовидные собаки, камышовые и лесные коты, дикобразы, барсуки, лисицы, куницы и зайцы. Хватает мелких представителей фауны, вроде белок, палевок и других грызунов – сусликов, слепышей и сонь. И змеиное население Кавказа довольно разнообразное. В регионе водятся и ядовитые, и безвредные, и водные, и сухопутные змеи. Среди птиц можно перечислить императорского орла или могильника, неясыть, белоголового сипа, черного дятла или желна, беркута, балабана, бегают фазаны и перепелки, не говоря уже о самых обычных пичугах. И нельзя не сказать, что в последние десятилетия разнообразие флоры и фауны стремительно снижается, а некоторые виды находятся на грани вымирания. Экология Кавказа страдает от деятельности человека. И если кратко описать проблемы Кавказского региона, то это те же проблемы, где человек осуществляет свою деятельность. Это загрязнение почвы и воды, выбросы углекислоты и солей тяжелых металлов, исчезновение эндемиков и наступление пустыни, вследствие вырубки лесов. Страдают реки, наиболее загрязненные из них терек, кума и кубань. Кроме плановой точечной вырубки, регион страдает от браконьерской, уничтожают ценные породы деревьев, опустошают предгорье. Поскольку корни деревьев уже не выдерживают грунт, возникают почвенные эрозии, формируются овраги, предгорье опустыниваются. Не говоря уже о стихийных свалках, продукты жизнедеятельности человека буквально стали бичем региона. Пути решения всем давно известны. Необходимо ликвидировать несанкционированные полигоны и свалки для сброса твердых бытовых и промышленных отходов, следить, чтобы предприятия занялись утилизацией, построили очистные и вовремя проводили их ремонт, в кратчайшие сроки заняться монтажом мусороперерабатывающих комбинатов, поддерживать фирмы, занимающиеся переработкой вторичного сырья, усилить контроль за браконьерами, уничтожающими лес и редких животных, стремиться сохранить растительность в предгорье и в пригородных зонах, увеличить финансирование уже имеющихся заповедников и создавать новые, заняться очищением природных источников. Ведь Кавказ это не только уникальный горный массив, это потрясающе красивые заповедные места, тысячи видов редчайших растений и животных, множество реликтовых видов флоры и фауны, сохранность которых напрямую зависит от человека. И в условиях стремительно развивающейся цивилизации нужно крайне бережно относиться и следить за сохранностью животного и растительного мира, беречь заповедные территории, чтобы еще многие поколения могли увидеть эту красоту в ее первозданном виде. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.